Смотрите выпуски «Отец солдата» Смотрите выпуски «Отец солдата» Смотрите выпуски «Отец солдата» Среди награжденных медалью «Отец солдата» Олег Алферов С самого начала СВО он был в числе добровольцев Воевал в составе казачьей дружины После возвращения отца В зону специальной военной операции Отправился его сын Иван Который сейчас находится в отпуске по ранению Олег Владимирович говорит Что в воспитании главное нормальные Человеческие отношения между отцом и сыном Ну чтобы не хилым был Не компьютерным, как говорится, ребенком А занимался спортом Хотя бы немножко В наше время, я понимаю Это как бы Сейчас все компьютерами занимаются А на физкультуру не хватает времени Вот выгонял из дома Чтобы бегал, прыгал, скакал На торжественном собрании За большой личный вклад в развитие волонтерского движения Ряд жителей ЕАО были награждены областными медалями Доброволец еврейской автономной области Благодарностями губернатор отметил и тех Кто активно оказывал помощь военнослужащим Участникам специальной военной операции И их семьям Никита Натапов, Богдан Патрин Новости 21 Подготовка по всем направлениям Проходит в преддверии осенних выборов в ЕАО Первые семинары для обеспечения прозрачности Процесса голосования Проходит с участием наблюдателей Под их пристальным вниманием 10 сентября Более 50 тысяч избирателей районов области Поместят бумажные бюллетени в ящики для голосования К этому времени планируют обучить Более 200 человек для наблюдения за ходом выборов На семинаре для них обозначили Все новшества федерального закона Помимо теории Наблюдатели ознакомились с практикой В этом списке умения фиксации инцидентов Влияющих на результаты голосования У нас в прошлом году Просто был такой факт И наблюдатели это зафиксировали Была гроза И выбила трансформатор Погас свет Свет погас буквально на 5 минут Это было не во время подсчета голосов Это было когда проходила процедура голосования Наблюдатели это отметили Это фактор, который не влияет на исход голосования По информации областного избиркома В 25 выборных кампаниях в сентябре этого года Предстоит избрать 255 депутатов С общественниками на избирательных участках будут работать и наблюдатели от кандидатов и избирательных объединений Важной задачей остается создание комфортных условий для всех участников избирательного процесса Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин, Новости 21 Развлекательную программу для детей-участников специальной военной операции Организовали в Биробиджане Более 60 мальчишек и девчонок из отдаленных районов нашей области Провели свой досуг на свежем воздухе Зарядка, раздача сладкой ваты, шоу мыльных пузырей, игра лазертак, стрельба в тире Порадовали ребят в этот летний день Сегодня день будет организован так, чтобы дети чувствовали себя полностью занятыми Чтобы они были вовлечены в программу и развлекательную программу В том числе и игра лазертак, это и зарядки, это и обед Это все полностью, то есть это полный день жизни С инициативой о проведении мероприятия к секретарю регионального отделения Единой России Ростиславу Гольштейну Обратилась группа жен и матерей участников специальной военной операции Подобные события в области стали некой традицией Ранее для детворы уже были организованы поездки на каток, горнолыжный комплекс И в город Биробиджан с культурной программой Останавливаться на этом не планируют В разработке еще очень много идей Мы планируем привлекать в помощь нам другие, ну, различные организации Потому что это общее дело, это общие дети, общие задачи перед нами стоят И только сплотившись, только все вместе, мы победим Юлия Петрова, Богдан Патрин, Новости 21 Смотрите далее гладкий бег с призерами Европы Соревнования по легкой атлетике провели в день государственного флага страны на стадионе Биробиджана 15 дней до выборов руководитель областного избиркома ЯО рассказала на авторадио Биробиджан О ходе подготовки к единому дню голосования К празднованию дня российского флага присоединились биробиджанские легкоатлеты Поддержать мышечный тонус и добраться до финиша Первыми на стадион «Дружба» пришли порядка 40 горожан Открыли первенство массовым стартом девочек и мальчиков в возрасте до 14 лет Им предстояло обогнуть поле спортивного стадиона дважды С этим лучше всего справились Ольга Назаренко и Артем Терещенко Следом побежали спортсменки постарше Два километра каждая старалась преодолеть по большей части для проверки собственных возможностей А линии Виктории уже 15, пришли заниматься недавно и уже попали в категорию ко взрослым спортсменам Мы ездим на разные соревнования в другие города Там же тоже свои достижения развивают Мне очень нравится, я хочу стать мастером спорта и стремлюсь к этой цели Подрастающее поколение спортсменов берет пример с профессионалов с большим стажем Не раз показавших высокие результаты Они становились призерами Европы и остаются в составе сборной России Мы недавно приехали в всероссийские соревнования, которые проводились на Байкале Соревнование называется «Чистый Байкал» Участвовало там 960 человек С Биробиджана ездили 9 человек, они все участвовали там Лучшие места мы заняли, пятые места по своим возрастным группам Первой добралась до старта и пробежала еще пару кругов ради спортивного интереса Юлия Барбашова, ученица Сергея Ивановича Она входит в число лидеров легкой атлетики Дальнего Востока Спортсменка известна еще и тем, что решила приобщать к бегу остальных жителей областного центра И открыла клуб Сейчас в нем состоят около 50 человек Они тренируются в парках, в городе и за его чертой В этот раз вместе с Юлией пришли на беговую дорожку стадиона Планируем поездку в Благовещенск Долгое время занимаюсь спортом Очень много участников, ну спортсменов бывших не бывает Периодически кто-то уходит, кто-то возвращается Есть любители, есть профессионалы, есть начинающие, которые для души бегают Организатором соревнований выступил Центр спортивной подготовки Еврейско-Автономной области У легкоатлетов впереди большие планы и дальние поездки Федерации пока даже не называют сроков завершения спортивного сезона 2023 года Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин, Новости, 21 О степени готовности региона к проведению единого дня голосования говорили сегодня на Авторадио Председатель избиркома ЕАО Ольга Бабий сообщила, что 10 сентября на территории области Пройдут 25 избирательных кампаний в пяти районах области Все избирательные кампании местного уровня – это выборы депутатов муниципальных районов, сельских и городских поселений По итогам кампаний будет замещено 255 мандатов В соответствии с календарным планом у нас прошел уже период выдвижения У нас уже прошел период регистрации кандидатов Сейчас у кандидатов идет агитационный период На территории у нас зарегистрировано 567 кандидатов У нас 255 кандидатов от «Единой России» 256 кандидатов, которые были выдвинуты с самого движения 31 кандидат у нас от партии «Коммуническая партия Российской Федерации» 23 кандидата от партии «ЛДПР» И два кандидата были выдвинуты с самого движения Говоря о новшествах этих выборов, Ольга Николаевна рассказала о впервые организованном избиркомом Об учении наблюдателей, которые теперь будут иметь четкое представление не только о своих правах, но и об обязанностях на участках Также впервые во время поквартирного обхода избирателей члены комиссий использовали специальное приложение «Мобильный УИК» Это цифровая платформа для адресной информационно-разъяснительной работы Обходы, кстати, по словам Ольги Николаевны, показали большое желание граждан прийти на выборы Полная запись эфира на портале reabir.ru Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко, Новости 21 Редактор субтитров А.Семкин